Вначале я начну как раз с хорошо известного всем факта о том, что литий-ионные аккумуляторы обладают существенно большей удельной энергией по сравнению со всеми другими накопительными энергиями. Именно поэтому происходит лавинообразное развитие как исследований, так и производства этих литий-ионных аккумуляторов, которые сейчас уже затрагивают не только портозимную электронику, но и электромобили, и стационарные накопители. И вот этот показатель, который... У меня картинка старая, порядка семи лет я скопировал, по-моему, назад. Здесь вот величины 140 ватт в час на килограмм. На самом деле уже коммерческие образцы литий-ионных аккумуляторов достигают 200 ватт в час на килограмм. Допустим, фирма Panasonic выпускает вот такие пальчиковые аккумуляторы, которые уже обладают подобными характеристиками. Но интересно также, и в докладе я буду это показывать, что вот этот вот уже сегмент порядка 100, даже больше, 110 ватт в час на килограмм, уже стали занимать над-иодные аккумуляторы, которые только появились. Началось производство этих аккумуляторов. Ну и прогнозируется, что 5 лет и этих аккумуляторов будет на рынке уже существенно больше. И почему натрий-ионные аккумуляторы по сравнению с литий-ионными, очевидно, будет одно существенное преимущество по меньшей мере цена. А второй вопрос, кстати, тоже очень важный. Это мощностные характеристики. Уже показывают, что, например, в сопоставимых материалах натрий-ионные аккумуляторы могут давать большую мощность. Но еще позвольте мне напомнить вам о том, что вот ключевой проблемой создания, улучшения вот этих характеристик для литий-ионных аккумуляторов в дельной энергии является во многом, ну не только он, естественно, но во многом является катодный материал. Потому что, значит, если мы пересчитаем, на самом деле, вот вклад катодного материала, оказывается, что вот наиболее важность мы увеличиваем, например, лемкостные характеристики именно катодного материала, значит, это нам будет давать наиболее значимый прирост энергии. Вот в данном случае я как раз расскажу про катодных материалов. И для нас важно как раз обозначить те характеристики, которыми он должен обладать, если мы хотим создать новую. Естественно, не брать тот, который уже хорошо известен, который открыл там Гутунафт или его последователи. Вот, но мы попытаемся сделать какой-либо новый конкурентоспособный материал, конечно, мы должны сформулировать характеристики. Ну, во-первых, которыми должен обладать данный материал. Например, вот это тот потенциал, при котором осуществляется действительно восстановительное превращение, например, переходного металла, который входит в структуру, который сопровождается в процессе извлечения, внедрения лития, соответственно, в структуру. Во-вторых, удельная емкость должна быть привлекательной и составлять в мельчине порядка, там, 200 мАч на грамм. 150-200 мАч на грамм. Это высчитывается по закону Фарадея. И очевидно, что тогда у нас вот две степени свободы. Это мы должны уменьшать молекулярную массу, поэтому мы не можем брать многие хорошие подходящие металлы из периодической системы. Мы должны брать вот полегче то, что из первого ряда переходит металл. Ну, и второй момент – это увеличивает количество электронов и ионов лития, которые участвуют в процессе этого работы аккумулятора заряда-разряда, соответственно, интеркаляции, дейтеркаляции лития в структуру. Ну, следующий очень важный момент. Вот, если мы основываемся только на этих двух критериях, мы можем фантазировать безумное количество разнообразных, на самом деле, комбинаций, но когда материал, на самом деле, будет демонстрировать очень низкие мощностные характеристики, он в конкретном устройстве, естественно, конкретный электрод, он будет представлять мало интересов. Поэтому нам крайне важно, чтобы еще и вот миграция, перемещение лития по пистолической структуре, это лимитирующая стадия зачастую, осуществлялось очень быстро. То есть, должна быть высокая ионная проводимость по ионам лития в данном случае. Ну, плюс, естественно, и высокоэлектронная проводимость. То есть, тогда нам будет давать желаемые мощностные характеристики. Плюс, и вот это, на самом деле, очень важно, что вот процесс интеркаляции, дейтеркаляции должны сопровождаться большими структурными искажениями, изменениями объема. Потому что иначе у нас будет разрушаться электрод, ну и, соответственно, вот как литий-воздушный аккумулятор. Все хорошо знают это. Буквально там 10 лет назад было поразглашено, что не полностью заменят все литий-ионные аккумуляторы. Проблема очень серьезная. Вот то, что все это работает крайне нестабильно, уже через небольшое количество циклов умирает. Поэтому вот минимизировать риск и уменьшить такие механические напряжения, мы должны создавать структуру, в которой будет минимальное изменение объема при интеркаляции большого числа ионов в лице. Ну и в конечном итоге, так как нам нужна высокоудельная энергия, это, если что иное, как произведение разности потенциалов между двумя электродами на удельную, соответственно, емкость, значит, мы вот должны стремиться увеличивать, ну, например, напряжение мы не можем бесконечно, мы ограничены электролитом. Вот. И органическими, на самом деле, компонентами этого электролита они будут окисляться, ну и, соответственно, тогда мы ограничены потенциалами, ну, порядка четырех, на самом деле, с половиной вольтов на системной литии. Более выигрышным вот, кажется, увеличением вот емкости за счет, например, облегчения массы, либо использования тех металлов, для которых возможны так называемые многоэлектронные игры. Ну, например, в анальте прекрасный металл, который может дать нам необходимые, на самом деле, преимущества. Ну и вот, собственно говоря, во многом можно разбирать по полочке каждый вот коммерческий материал, который используется. Мы вот свои оригинальные исследования проводили именно в области фторида фасадов. Вот. Потому что фтор, на самом деле, он аналог кислорода с точки зрения в их структурной химии. Вот. Чуть меньше емный радиус. Но вот крайне важно, что существенно это более высокая электроотрицательность. То есть за счет этого при связи, например, фтора с переходным металлом будет более емная связь. И тогда вполне ожидаемо должен увеличиваться потенциал, который отвечает вот этому действительно восстановительному превращению. То есть мы будем выигрывать в энергию. Но при этом также фтор меньше заряд, значит слабее связь с емными лития, которые располагаются в кристаллической структуре. Значит, бочек официальный функций. Мы праве ожидать более высокие мощностные характеристики. Ну вот комбинируя на самом деле и анализируя, естественно, базы данных, естественно, работы литературные. Вот. Ну, приходишь к выводу, что, например, если мы останавливаемся, помимо фтора второй, соответственно, неон, например, фосфатная группировка, она удерживает кислород. Поэтому это будет обеспечивать стабильность данного материала с точки зрения, например, нежелательного выделения кислорода и оттесления органического электролита, сгорания. Вот. Выбираются вот две такие химические формулы. О них я, собственно говоря, сейчас чуть подробнее расскажу. Первое – эти два переходный металл ПО-4 в тур. Здесь два лития на переходный металл. То есть, вроде бы, вот мы можем теоретически извлечь двое на литий, что будет привлекательно, и тогда сразу емкость будет не 200, но видите, она будет достигать очень больших величин. Демонстрирует очень много разных полиморфных модификаций, разнообразных пистолических структур. Мы выбрали вот эту пистолическую структуру, потому что она имеет большие каналы, плюс она трехмерная. То есть, это обеспечивает стабильность пистолической структуры при циклировании. Провели комплекс исследований. Ну, в частности, вот наши работы были сосредоточены вокруг материала лития 2 КО-4 в ТОР. Здесь приведены характеристики, например, вот экспериментально достигнутые, это не нами, правда, значит, величина достигнутая коллегами из Германии, мы достигли чуть поменьше, но видно, что эти характеристики превышают коммерческие материалы, например, слоистого оксида, в случае извлечения одного иона лития. Полтора иона лития на форму лития даст нам в полтора раза поменьше мель. На самом деле существенно больше прирост в удельные энергии. Возможно ли это? Ну, во-первых, первая проблема. То, что интересное явление, собственно говоря, сейчас покажу, вот чем интересно превращение подобных вот типов материалов. При извлечении лития уже небольшого, на самом деле происходит необратимая структурная трансформация, которая сопровождается существенным увеличением объема элементарной ячейки. Самое главное, увеличивается очень сильно объем канала, где мигрирует ион лития. То есть фактически вот структура адаптируется для более быстрого транспорта лития. Ну и вот это расчеты методом валентности связи, это метод Полинга, который позволяет на самом деле анализировать, насколько подходят те или иные позиции для заселения котионов лития. Видно, что вот эти каналы становятся более толстые, значит более быстрый должен быть транспорт лития. Вроде бы хорошо, но при этом вот даже один литий мы извлекаем при потенциалах порядка 5,3 вольта. Полтора лития необходимо 5,9 вольт. То есть у нас нет электролита. То есть фактически вот здесь возникает развивка. Значит, либо мы должны разрабатывать и сосредоточить усилия на поиске на самом деле высоковольтного электролита для того, чтобы получить желаемые характеристики. Либо на самом деле вместо кобальта, как более электроотрицательный металл, взять, например, железо, менее электроотрицательный металл, и тогда мы можем ожидать на самом деле понижения потенциала и проверить, можем ли мы этот материал дальше использовать. Но интересно то, что вот просто так перебирать не получается, потому что железо больше, уже решетка становится нестабильной. Для того, чтобы стабилизировать, мы берем натрий, получаем структуру с натрием, натрий, литий, феррум, ГО-4, фтор. Затем уже на шестом цикле, циклирование электрохимической ячейки, весь натрий замещается на литий. Мы получаем формулу литий, феррум, ГО-4, фтор. Структура, которая нестабильна, метастабильна, невозможно получить обычным твердофазным методом, но она получается как раз в электрохимической ячейке при таком, соответственно, функционировании. Интересно то, что этот материал, здесь вот коэффициент диффузии, который характеризует, насколько высока подвижность, и мы можем, на самом деле, оценить и ионную проводимость. Вы видите, что этот коэффициент диффузии, он сопоставим с литий-Кобальт-О2, и существенно больше, чем литий-Феррум, ГО-4. Это говорит о том, что на самом деле материал привлекательен для применения в области в результате требуются высокие мощности. Но проблема в том, что на одном литии мы получаем, соответственно, удельную энергию меньше, чем на коммерческом материале один литий. То есть необходимо полтора, поменьше мига, полтора лучше два лития, соответственно, извлечь, чтобы перейти уже к величинам более привлекательной. Еще один положительный момент. Вот здесь отмечено изменение объема. Вы видите, вот насколько оно маленькое. Это говорит о том, что материал может, на самом деле, должен демонстрировать очень хорошую, на самом деле, временную стабильность. Проблема, которую очень коротко, на самом деле, покажу, она часто скрывалась и, значит, ну, на самом деле, извлекается не только литий. Происходят также и перескоки перемещения, например, и другого коциона. В данном случае мы берем соединение литий-2, феррум, ГО-4, фтор. Мы сознательно поднимаем температуру до 75 градусов, циклируем, разряжаем материал, то есть возвращаемся к исходной формуле. Что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что вот котионы железа перемещаются в позиции литий. Вот эта вот повышенная плотность, электронная плотность обнаруживается в позиции литий. Это, кстати, интересный эксперимент. Это наши, совместно с нашими коллегами из Антверпена, это электронно-дифракционная томография, когда на маленьком пистолите количественно определяется пистолическая структура. И видно, вот, степень заполнения позиций после циклирования материала. К чему это приводит? И почему это, собственно говоря, возникает? Начинаются перескоки, железо литий. Ну, вот здесь опять-таки понимание структуры дает, на самом деле, достаточно элегантное, как мне кажется, объяснение. Вот этот кислород, он связан с фосфором, с литием и еще одним литием. Вот этот литий полностью удаляется. Возникает очень сильный, ну, это жаргон, недосвязанный с кислородом. Вот в величинах валентности связи это даст ему ничего порядка, 1,2. То есть кислород будет крайне неуютным. Должен, соответственно, поменять это положение. Ну, например, резко сдвинуться с фосфором не можем. И с точки зрения другого варианта, вот для того, чтобы компенсировать вот эту недосвязанность, часть ионов железа из позиции, из октавер перемещается в позиции другого лития. Больше положительный заряд и скомпенсирована сумма валентности связи на кислород. То есть, фактически, вот наличие такого кислорода приводит, на самом деле, вот как бы промоутеров для возникающих миграций соответственно катионов. Это эксперименты при повышенных температурах, но они показаны. Вот в оливине этой проблемы нет вообще. Потому что здесь исчезновение лития сопровождается изменением степени окисления железа и кислород остается в своем устойчивом, соответственно, окружении и характерная для него сумма валентности связи. И поэтому вы видите, что не происходит никаких изменений, например, емкости при циклировке. В случае фторидов асфата при высокой температуре мы столкнулись с этой проблемой. Поэтому, собственно говоря, сейчас стоит задача выяснить, насколько это является на самом деле серьезным препятствием. Очень коротко по проблеме, соответственно, многовалентных переходов. Вот железо, задача максимум, на самом деле, добиться переходов железо-2, железо-3, железо-4. Теоретические расчеты показывают, что переход в фторидофосфате может быть порядка 5-й. Мы не наблюдали. Это говорит о том, что не все расчетные методы дают хорошие на самом деле результаты. Это были давние британские калии. Мы решили попробовать ванадий. Ванадий в этом смысле более известен из химии, как типичный такой вот патион, до которого характерны разные степени окисления. И попытаться получить структуру, вот аналог так называемой структуры калий-тетанилфосфата. Мы основывались на результатах группы Тарасклона, калий-феррум-С-4-фто, который показал, что можно удалить калий, заменить его на литий, на натрий, на калий. Ну и, соответственно, материал становится стабилен при цеплировании. Мы решили сделать все то же самое, но вместо железа взять ванадий. Ну, кстати, вот в случае железа очень большие объемные изменения. Материал не представляет большого интереса. И, соответственно, тогда для компенсации заряда вместо сульфатной группировки взять фосфат. Ну, вот здесь показана схема синтеза. Она привела к получению как раз из комы, впервые полученные, соответственно, структуры. Ну, однозначно доказано о том, что это трехвалентный ванадий. Потому что этот вопрос стоял очень острый. Какая там степень кисления ванадий? Потому что можно перепутать фтор, кислород, там, OH-группа. Вот комплекс экспериментов структурный, ИЛС электронно-микроскопический. Он показал однозначно, что это трехвалентный ванадий. Затем, чтобы материал заработал, мы извлекаем калий. Вот это первоначальный заряд. Мы поднимаем до 4-8 вольт, выдерживаем, извлекается порядка 85% калия. И затем циклируется материал. Вот важно наиболее во всех этих электрохимических характеристиках. То, что вот увеличение скорости разрядов в 200 раз приводит к сохранению 75% от первоначальной емкости. То есть 40С отвечает полторы минуты разряда. При этом фактически большую часть емкости сохраняет. То есть это говорит о том, что материал очень хорошо работает с точки зрения мощностных характеристик. Что же с точки зрения структуры? Вот здесь показана структура, которая тоже определялась с помощью данных электронной дефракционной томографии. Весьма, мне кажется, это метод, который во многом потеснит стандартный геноструктурный анализ, к которому мы привыкли. Значит, при извлечении калия, видно, как исчезает калий из одних каналов. Мы не полностью извлекли, просто были ограничены потенциалами. Но при внедрении лития заполняются другие позиции. Но с точки зрения структурной химии очевидно, что литий существенно меньше, чем калий. Большие каналы для него неудобны, есть другие каналы. Но интересно то, что вот такие изменения, которые мы увидели, анализируя как раз кристаллические структуры, сопровождаются объемными изменениями всего чуть более 2%. То есть говорит о стабильности каркасов и даже при окислении, при внедрении лития. И за этим последовали эксперименты, когда мы внедрили и натрий, и измерили с помощью метода ПИТА, электрохимический метод, который позволяет нам, потом приближая с использованием определенных приближений, оценить коэффициенты диффузии в твердой фазе. Оказывается, что наиболее высокие коэффициенты диффузии имеют ионы калия, затем натрия, но и литий наиболее медленный. То есть это говорит о том, что вот... Я в начале доклада говорил о преимуществах натрий-ионных аккумуляторов. Мы проиграем, естественно, в удельной энергии, но мы выиграем мощность. Вот в этом случае тоже оказывается, что, если я пересчитаю с точки зрения удельной емкости, для калий-ионного аккумулятора, на основе калий ВПО-4 в ТОР будет потеря всего 20%. На самом деле не так много. Потому что здесь уже калий не составляет главную часть но и молекулярной массе из них высчитаем. Ну и вот эти выводы из этой первой части, которые говорят о том, что натрий-ионы уже пришли. Вот калий-ионы сейчас активно стали изучаться. На этот материал он всеядерный, который мы получили в Московском университете, и у него характеристики вполне конкурентоспособны, особенно с учетом того, что так называемый твердорастворный, то есть это быстрая кинетика излечения ионов переходного металла, то есть это перспективный катодный материал для высокомощных батарей. Более того, можно внедрить больше лития, и тогда это будет так называемый анодный материал с другой стороны. И тогда можно использовать этот материал, например, в так называемом симметричном аккумуляторе. и один и тот же, соответственно, по формуле нити ВПО-4-фтор используется в качестве катода и анемии. что мы можем окистить до ВПО-4-фтор, мы можем восстановить до лития ВПО-4-фтор. Андрей Борисович, сколько еще? Андрей Борисович, сколько еще? И так называемые методы синтеза, самые разнообразные, от давлений, которые исчислялись сотнями килобартов до, там, варьировали давление ртути, ну, сложно. Вот можно ли электрохимию применить вот в этом направлении, которое очень интересует, ну, не только физиков с точки зрения явления, оно, на самом деле, имеет, и уже реализуется, на самом деле, в практической области. Вот, не так давно была открыта сверхпроводимость фермы Селена. Ну, температура невысокая, 8,5 км, но важно то, что вот такие сверхпроводники, они закрыли вот этот запрет на железо, содержащий сверхпроводник. Потому что, вот, с точки зрения магнетизма, вот, это, вроде, должно было быть запрещено, и были запреты Андерсона. Вот, известно, что замещение Селена на Телор повышает температуру до 15 км. Затем вал работ. Вал пошел, на самом деле, работ, когда производилось модифицирование феррум Селена. Это простая слоистая структура, типа альфа-стонома. Когда внедрялись гидротированные, сальватированные, либо изолированные ионы, но большие, например, калюр в виде цези, анавалентной талии, при этом очень сильно вырастал вот это вот межслоевое расстояние, и возрастала температура до, ну, порядка 40 км. И объект, на самом деле, вот данный сверхпроводник, ну, можно проверить, сколько работают безумно, если его легко, исходный было легко получать. Но в этом возникала, на самом деле, большая проблема с точки зрения химии. Я беру феррум Селена, мы его допируем, парах калия обрабатываем, мы получаем объемный сверхпроводящий образец, мы изучаем фистолическую структуру, мы приходим к этой формуле, которая не является сверхпроводником, вообще антифермонетики. И возникал вот вопрос, который очень сильно мучил, ну, и теоретиков, потому что без этого невозможно, на самом деле, как бы выстроить какую-то стройную теорию. Какое же количество калия обрабатывается, и какая фистолическая структура отличает за сверхпроводительность? Ну, были построены, вот, на основании этих работ, разнообразные зависимости. Я показываю одно из них. Критическая температура от часа, расстояние между двумя соседними железными слоями. Видно, как критическая температура растет, с ростом этого расстояния, ну, возникало, естественно, простое желание, значит, уменьшается тренировкой, как являетесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ